привет ребятки котятки это я антон бустер и здесь говорят про sound design это новая рубрика на моем канале где мы в рамках короткого отрезка времени будем разбираться с практическими частями и вопросами связанные с продакшеном звуки и начать эту рубрику я хочу с топ 10 приема которыми я пользуюсь повседневно при работе с sound design если эта рубрика будет полезна актуально интересно для вас обязательно пишите комментарии подпишитесь этим приемом я научился конечно за долгое время своей практики позаимствовав их у известных саунд дизайнеров либо придя сам на конкретных каких-то задач поэтому за время этого ролика я уверен вы поймете на что нужно обращать внимание и делать акции ну и первое про что я хочу рассказать это эффект стрейчинга то есть когда мы берем характерный какой-то звук и растягиваем дабы получить новую уникальную фактуру будь то для дрон текстуры какой-то бэкграунд или либо создать новый уникальный звук монстра если брать какой-то известный факт гарри райстром саунд дизайнер парка юрского периода использовал часто этот прием для создания как раз уникальных звуков динозавров главный динозавр тирек звучит благодаря слону некоторые динозавры звучат различными животными черепахами там гусь тоже присутствует кстати этот ролик у меня есть на канале обязательно посмотри на примере простого сквика можно это послушать просто в самом деле берем и растягиваем этот звук круто давайте еще какой например послушаем даже из элементарного звука какого-то импакта хита может получиться глубокий насыщенный сам водичка те же монстры да я этот прием использовал очень часто различных проектах в игровых жанрах при создании монстров каких-то при создании фактур но я думаю тут вы уже все поняли главное понимать характер и основу звука который нам нужен уже впоследствии в самом дизайне чтобы получить как раз нужный характер 2 не менее популярный прием это реверс когда мы берем звук и переворачиваем этот прием очень хорошо используется для создания каких-то райзов разгонов уникальных партикл фактур да то есть когда у нас исходный звук получает новые характеры и очень подходит для конкретной задачи на примере какого-то любого того же импакта там металлического да такой звук показывал опять же в самом для потому что здесь есть удобный интерфейс который дает возможность сразу же как раз проработать тональную обработку реверс и там нормализацию и так далее если его накинуть в проект добавить какой-то импакт и склеить это все вместе получаем cinematic impact вот и все третий из важнейших приемов который базе скажем так для любого саунд дизайнера это лейринг лейринг это склеивание и скрещивание различных звуков дабы получить новый характерный нужный под вашу конкретную задачу сам вот у нас есть импакт к примеру мы хотим подмешать в него допустим металлический какой-то импакт либо вот каменный какой-то тем самым при наложении двух звуков у нас появляется новый новый сигнал вот можно сделать там не знаю какой-то характерный новый саунд лейринг используется очень часто в кино в играх под любые задачи поэтому старайтесь у себя в голове изначально разделять сам саунда на характер который вам нужен из определенного звука эквализация это тоже не менее важная составляющая работы саунд дизайнера работа с а чиха конкретного звука с частотами это неотъемлемая часть при создании какого-то уникального звука обычной эквализации мы можем добиться удаленности звука веса предмета мы можем сделать интересную автоматизацию со срезом частот и получить уникальное движение в кадре ну и конечно же без применения эквализации в лейринге очень сложно работать почему потому что у каждого звука есть своя степень насыщения свой характер и для того чтобы получить конкретный звук нам приходится работать с частотами например если у нас вот этот импакт имеет две низкие составляющие нам не нужен низ почему потому что он у нас есть к примеру вот в первом звуке он достаточно насыщенный порой лейринг и звуков достигает там до 10 дорожек и больше но здесь на обычном примере мы посмотрим как это работает мы понимаем что низкая составляющая вот этого звука нам в принципе на технически никакую задачу не выполняет и следовательно это будет накопленная грязь накопленные частоты а впоследствии появление артефактов грязи и прочего мусора ненужного в нашем звуки пятый прием который я очень люблю это пить шифтинг работа с искажением исходного звука для получения новых каких-то обертонов тональной модуляции это дает возможность нам получить новых каких опять же уникальных монстров либо страшные бэкграундные текстуры взять какой-то такой длинный на раттл металлический саунд накинуть один из моих плагинов от ух биг бандла грейн пич можно получить разные разные интересные фактуры сайфайные текстурные глубокие и так далее также на основе пить шифтинга есть с добавлением различных модуляций таких плагинов как ринг шифтер да с примесью и движением по фрекенсию то есть тут все зависит от конкретного плагина до который применяет подобную обработку шестой как раз таки следующий прием это запись запись рекординг это также база для любого саунд дизайнера потому что за счет записи уникальных звуков текстуры и понимание записи конкретного звука с тем или иным характером под конкретную задачу делает вас уникальным специалистом который понимает что такое полевая запись где и как записать нужные для вашей задачи звук и получить уникальное звуковое оформление для своего проекта огонь пойдет а а а а и Следующий очень важный прием, который я использую, это синтез звука. За счет понимания, как работает звук, что такое волна и какая последовательная обработка приведет нас к решению той или иной задачи по звуку, дает возможность применять эту практику, где мы можем создать уникальный интерфейс, засунуть в вафтебл какой-то звук и воссоздать с нуля звук дождяк, двигателя, саунд дизайн интерфейса какого-то объекта. Ну и конечно не стоит забывать про следующие два приема, это работа с реверберацией и работа с дилеем. Помимо того, как в музыке обычно решаются задачи по работе с пространством, в саунд дизайне это тоже неотъемлемая часть и мы на практике как раз с помощью реверберации можем погружать зрителя в определенную локацию и определенное настроение. Но помимо решения обычной задачи с пространством, есть еще всякие фишечки, которые я сейчас покажу. У плагинов реверберации и дилея есть куча различных пресетов, которыми саунд дизайнеры частенько пользуются. Я не исключение, я очень люблю штатные плагины, такие как Space Designer штатные в лоджике. И здесь есть куча крутых пресетов, которые дают нам возможность получить дрон саунд, какую-то текстуру, спейс эффекты и так далее. На примере дрон текстуры возьмем любой пресет и послушаем, как наш ветер, который мы уже слышали, может превратиться в дроновую текстуру. Этим приемом прям делюсь, отрывая от сердца. Ну, я думаю, он, конечно, не секретный, но подобные всякие штуки обязательно смотрите у меня на Boosty. Есть разборы крутые, проектов. Обязательно подпишитесь, там много-много интересного. То же самое касается и дилея дизайнера. Вот такая вот магия дилея и реверберации. Ну и, конечно, стоит не забывать про прием работы с голосом непосредственно в VoiceOver. Мы частенько озвучиваем персонажей, оживляем их с нуля, делаем каких-то монстров. Но также не забывайте, иногда проще всего записать конкретный какой-то в уши, либо характерную кнопочку за счет просто звуков рта. Ну, я думаю, тут все понятно. С помощью нашего голоса на самом деле можно добиться ого-го каких результатов. Если брать, например, тот же самый прием спидшифтингом, запишем какой-то голос. И мы получаем отличный, интересный уже звук какого-то зомби, монстра, тролля и так далее. И бонусный прием для вас, который часто использует Эрик Адл, саунд-дизайнер трансформеров. Это тишина. Как и в музыке, фраза «Тишина тоже музыка». В саунд-дизайне это правило работает. Не обязательно в кадре, когда у нас происходит активное действие, должен быть звук. За счет тишины мы зрителя можем подготовить к следующему этапу, к массивному какому-то действию и подчеркнуть тем самым конкретный звук с помощью тишины. Не каждый понимает, где это уместно, но я уверен, что с практикой вы начнете замечать определенные вещи и будете применять все эти приемы в своей работе. Я надеюсь, что это видео очень было вам полезно. Обязательно напишите в комментариях, если захотите полный разбор конкретной работы, практики, приемов каких-то, да. И не забудьте, что у меня есть помимо канала, бусте, где есть эксклюзивный контент. Ну и конечно же подписывайтесь, потому что статистика говорит, что смотрят меня не только подписчики. Я был рад с вами поделиться этими знаниями. До скорых встреч в следующем ролике. Пишите, если действительно рубрика была полезна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин